Ребята, сразу предупреждаю, для тех кто не смотрел One Piece, в этой части будут спойлеры, причем очень жесткие. Если вы не боитесь их, то можете смело глянуть. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Набрать 28 тысяч лайков под предыдущим роликом, это конечно то еще преступление было. Вы совсем на голову шибанутые там? Че так мало-то? Я же 500 тысяч просил. Хе, конечно я сейчас рофлю, очень рад был видеть так много лайков, спасибо вам. Так вот, наконец два главных героя встретятся. Какова же будет их долгожданная стыковка? Это мы и увидим в третьей части, а то есть в этой. Ну что ж, давайте приступим, я желаю вам приятного просмотра. Луфи со всей этой бригадой позади него падают с неба. Насчет того, что вода заморожена, так вот, как и было в каноне, Джоз вырвал гигантский кусок льдины, и все падают прямо в это место. То есть они не разобьются. Дозорные увидели, кто это падает, и в один голос кричат. Это же Мугивара Луфи, нашумевший новичок из худшего поколения, что он тут делает и так далее. Так это нам все время про него рассказывали? Да как они вообще там оказались? Да при том с ними и корабль падает с неба. Они все кое-как подземлились, и в один момент Луфи встал и крикнул. На что ему тот крикнул в ответ. Луфи яростно ворвался в эту заварушку и сломя голову бежит вперед, дабы спасти Эйса. Просто для справочки, тут есть дофигища персонажей, с которыми Луфи сейчас вот никак не сможет справиться. Но ему плевать на это, он хочет спасти своего брата. Он так и говорит, и в этот момент люди шокированы, ибо многие не знали родства Эйса и Луфи. На Саски же вообще всклынули воспоминания обитачи. Наруто поражен силой духа Луфи. К слову, они оба сейчас сверстники, им по 17 лет. Наруто заинтересовался Мугиварой. Кстати, Мугиваро это означает соломенная шляпа, и это прозвище Луфи. Наруто почувствовал в нем что-то необычное. Он ощутил дружественную ауру, исходящую от него. Саски, тебе не кажется это все странным? Насколько мне известно, он не совершал никаких злодеяний против людей. Он просто мешает мировому правительству, плюс ко всему он пират. А это априори делает его преступником. Но по одному его виду можно понять, что это для него просто переключение. Да и я о том же. Может зря мы вообще в дозор вступили? Как минимум мы узнали много информации про этот мир. Так что мы по-любому не ошиблись. Наруто и Саски видят, как все пытаются помочь Луфи, хоть и видят его впервые. Да и просто глядя на его доброе лицо можно понять, что он ничуть не смахивает на плохого человека. Также Наруто и Саски видят поступки дозорных, их козни и крестятничество в бою. Видят их глупое и слепое видение справедливости. Случай, когда адмирал Акайну чуть не убил солдата, который дальше не смог сражаться, стало добивающей концовкой. Также из-за подлого хода того же Акайну, один из сыновей Белоуса атаковал своего отца, ибо был обманут подлым адмиралом. И вот, Саски и Наруто поняли, что не ту сторону приняли и решили действовать по ситуации. Наруто, достаточной информации от дозора мы уже получили. Следующая наша цель, это навестить страну Вана. Говорят, ниндзя водятся там. Может, какую-нибудь полезную информацию оттуда получим. Нам уже нечего здесь делать. Пошли. Нет-нет-нет, Саски, ты, конечно, прав. Но мне хочется увидеть, сможет ли он спасти своего брата. Тебе самому не интересно? Не навевает воспоминания об Итачи? Вот идиот, ну что с тобой поделаешь? Только ты же понимаешь, что в стороне мы остаться не сможем. Да я понимаю, раз теперь нам незачем сдерживаться с ними. Я не собираюсь просто так стоять. Тем более, не дам убить невинного человека. Надеюсь, это не обернется нам боком. Приступим, Саски! В этот момент перед Луфи встает сильнейший мечник Михоук и преграждает ему путь. Он просто хочет проверить удачу и судьбу Мугивары своими атаками. Луфи еле-еле уворачивается от них, и то не без помощи других. А Белоус по очереди сражается с тремя адмиралами, и нехило так получил урону. Он хоть и сильнейший человек, но дело в том, что он при старческом возрасте еще и сильно болен. Из-за этого много раз пропустил атаки, которые были достаточно ущербными. Саски, у тебя же должок перед этим мечником. Покажи ему, а я вон старику помогу. Сам знаю. Саски останавливает выпад Михоука и говорит. Говорят, ты сильнейший мечник. Мне интересно, на что ты способен. Так вы все-таки предали Дозор, потому что я не вижу больше причин, чтобы ты останавливала меня, юноша. Мы никогда и не были преданы Дозору. Нам просто надо было получить кое-какую информацию. И как ты понял, мы уже получили ее. И дальнейшее нахождение в Дозоре не требуется. Да и тем более меня тошнит от их чувства справедливости. А ведь со стороны я, наверное, выгляжу даже хуже. Саски врубает Мангекю Шаринган и становится полностью серьезным. Михоук удивляется изменению его глаз и не понимает, что это. А вы все больше и больше интригуете меня, мальцы. Наруто врубает Курама Мот и оказывается перед Стариком Белоусом. Нападаете целой толпой на раненого старика? Да что же вы за Дозорные такие? Ты что творишь, наглец? Думаешь, я нуждаюсь в твоей помощи? А мне не нужно твое позволение или еще чего. Делаю, что хочу. Меня просто выворачивает от всей гнили этого Дозора. Белоус удивляется его словами и говорит... Разве ты сам не из их числа, сопляк? Не важно. Зная про гнили их раньше, ни за что бы не вступил бы. Я так и знал, что вам нельзя доверять, ублюдки! Я вам покажу, что такое справедливость! Ну давай, попробуй, если сможешь, конечно. Луфи активно прорывается к брату и из-за помощи Наруто и Саски никто не может его остановить. Но внезапно поступает приказ, что казнь нужно начать немедленно. И Луфи кричит изо всех сил, чтобы они остановились. И в этот момент он, сам того не желая, использует королевскую волю, которая моментально вырубает палачей, чьи оружие почти снесли голову с плеч Эйса. Незапно на Маринфорде настала тишина. Хех! Саски, я же сказал, что он не просто человек. Его техника вырубила множество дозорных. Как это вообще действует? Впервые вижу нечто подобное. Насколько я помню, вырубаются те, кто гораздо слабее тебя. Ты тоже почувствовал его волю? Как будто мурашки по коже пробежались и кровь застыла. Да, он явно имеет огромный потенциал. Мне он нравится. Однако на Эшифоте все еще есть главнокомандующий Сен-Гоку и герой дозора Гарп. Оба по силе как минимум не уступают адмиралам, а по рассказам даже сильнее. Они оба такие же легенды, как и Белоус. Однако, Гарп дедушка Луфи, поэтому он не смог его остановить. Он хотел нанести удар, но не смог ударить своего внука и отхватил сам от него. И вообще, Гарпу тяжелее всего было на этой войне. Он не мог там ничего поделать. А к слову, он такой же добряк, как и Луфи. Короче, Луфи пробивается к Эшифоту и снимает наручники с Эйса. Дальше все происходит по канону. Сен-Гоку наносит им мощный удар. Луфи с трудом сдерживает, но даже так отхватывает. Эйс и Луфи в тиме начинают дубасить дозорных. Не знаю, кто эти двое, Эйс, но они помогли спасти тебя. Походу, они хорошие. Ты всегда был глупцом, Луфи. Посмотри на себя. Ты еле на ногах-то стоишь. Ворваться на такую войну, чтобы спасти меня. Как же это в твоем духе? Но теперь моя очередь защищать тебя. Ты ведь мой младший брат. Луфи улыбается и радуется спасению Эйса. В этот момент Михоуг никак не может нанести удар Саске. Тот просто-напросто уворачивается от всех атак, даже не нанося удар против. Чисто в скорости выигрывает и парирует атаки. Но в целом оба не на максимуме бьются. И это все, на что ты способен. Это и точно сильнейший мечник. Перейдем к Белоусу и Наруто. Битва с тремя адмиралами то еще зрелище. Прикол в том, что Наруто не всякой атакой сможет их задеть. Ибо уровень его воли вооружения мизерный. Но благо у него есть все пять стихий, плюс усовершенствованные геномы хвостатых. Наруто отбивается от адмиралов по одному. Но Акайну резко исчезает из поля зрения. Он ушел, дабы не дать Эйса уйти. Для справки, это самый жесткий адмирал. Он убивает даже за усомнение в справедливости Дозора. А ты силен. Уровень Йонко тебе точно можно дать. Устоять против трех адмиралов одновременно. Похвально. Я, видимо, видел только маленькую частичку вашей силы. Да кто же вы такие? Я уже говорил вам, дядя Алкетти. Мы ниндзя. Неужели так сложно запомнить? С этими словами Наруто делает два расенсюрикена. Один лавовый, а другой бит жудама расенсюрикен. И швыряет ими. Кизару тупо уходит от рикошетив себя световыми лучами. Аокидзе же получает громадный урон от лавового сюрикена. Как от природного врага. Но против Кизару у Наруто нет техники. Которая была бы его природным врагом. Аокидзе разозлился и заморозил гигантский участок вокруг себя. Наруто оказался в льдине. В этот момент происходит битва Акайну и Эйса. В которой Акайну внезапно атакует Луфи. И чтобы защитить его, Эйс подставился сам. И получает большую дыру прямо в теле. Луфи невероятно шокирован. Эйс падает ему в руки и прощается со всеми. Это был смертельный удар. В этот момент разошлись две ауры королевской воли. Первая была от Луфи. Который сразу же вырубился от изнеможения. Вырубив с собой десятки дозорных. А вторая была от Наруто. Который настолько сильно разозлился от увиденного. Что врубил второй режим Курамы. И моментально растопил лед вокруг себя. От его волны королевской воли даже вице-адмиралы попадали. А те же адмиралы ощутили всю эту мощь. Даже у него есть королевская воля подумали все. Черт, теперь его точно не остановить. Саски тоже увидел картину прощания Эйса и Луфи. Ему сразу же вспомнился момент прощания с Итачи. И на него тоже взяла злость. Наруто атакует Акайну. А сзади на него нападает Кизару. И наносит удар в спину. Он воспользовался моментом пока тот зол. Наруто озлобленный смотрит назад. Саски использует Шинра Тенсей и откидывает Михоука. А затем мчится чтобы помочь Наруто. И так назревает битва Наруто против Акайну. И Саски против Кизару. Все пираты Белоуса как и он сам опечалены смертью Эйса. И озлоблены на дозор. Конец третьей части. Да, ребята, я не сливаю Наруто и Саски. Но чтобы они разносили всех в пух и прах тоже неинтересно будет. Нужно все сбалансировать и подать покруче. Непонятные моменты можете спрашивать в комментариях. Даже если не отвечу я, многие кто смотрел One Piece с радостью ответят вам. Да и в целом оцените часть, как она вам и так далее. Мне очень трудно сталкивать их и внедрять в сюжет именно тут. Ибо дофига моментов было и персонажей. А из-за уровня их силы многие моменты теряют смысл. Так что получается вот так. А сама эта арка в One Piece была просто мощнейшей. Ну, не забудьте оставить свой отзыв под видео и подписаться на канал, чтобы не пропускать дальнейшие ролики. С вами как всегда был Анизора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok